здравствуйте дорогие друзья с вами канал природа будущего я лариса зарубина сегодня хочу с вами поговорить об удобрениях которые потребуется на мае месяце еще раз напоминаю производитель биокомплекс производитель натуральных органических удобрений итак какое основное удобрение потребуется нам в рассадном периоде ну конечно же растобион растобион нам потребуется при составлении при поливе рассады которым будем с вами высевать в конце апреля начала мая это огурцы все тыквенные культуры мы будем с вами выращивать через рассаду поэтому здесь нам растобион просто жизненно необходим можно будет использовать его при поливе можно будет составлять на нем различные коктейли и в общем-то выращивать здоровые рассаду следующий препарат который нам будет нужен в рассадном периоде и в 1 в рассаде которому же высадим с вами в открытый грунт или в теплице это гумат аммония в этом гумате содержится азот который в легкой доступной форме растения употребляют его охотно и легко точно также нам потребуется и гуматы но гуматы больше нам потребуется с вами биогумат и гуматкалия больше потребуется нам уже в периоде роста рассаду, то есть рассаду, которую мы высадим в грунт или в теплицу, она начнет у нас активно вегетировать. Мы уже с вами в мае вместе начнем делать первые подкормки, особенно это касается теплиц. Вот здесь вот гумат калия, гумат биогуматы нам в помощь. Помните, что биогумат это уже подкормка, а гумат калия это фактически основа. То есть гумат позволяет употребить растениям все питательные вещества, которые вы заложили в почву в виде органики или минеральных удобрений. То есть вот гумат аммония это, можно сказать так, грубо ложка, позволяющая растению все без остатка скушать. Почва смеси. Сейчас в открытом грунте мы составляем с вами теплые грядки, составляем различные почвы смеси, в которые будем высевать огурцы или в открытым, путем прямого посева в грунт, или же через рассаду. Огурцы, все тыквенные культуры, они достаточно прожорливые, поэтому почву смесь мы должны здесь подготовить с вами вкусную и желательно сделать теплые грядки. Вот чтобы у нас с вами не досаждали нам сорняки, не досаждали различные некультурные растения, я предлагаю вам перед высадкой основных культур пролить землю гумификатор. Гумификатор поможет вот все убрать вот эти корешки, которые у нас остались с осени, которые еще зимуют, поможет им переработаться. То есть они быстрее разложат, процесс разложения пройдет. И после этого уже начинаем составлять почву смесь, начинаем высаживать наши основные тыквенные культуры, не только тыквенные культуры. Те, кто будет сажать томаты, перцы в открытый грунт, баклажаны, мы должны составить почву смесь. Что мы можем использовать? Диатомит. Диатомит это прекрасный не только препарат, который помогает обогатить почву, но еще и разрыхляет ее замечательно. И если у вас дожди идут, вот как сейчас у нас в средней полосе, то излишнее количество влаги диатомит в себя заберет. Ну и конечно незаменимое у нас дополнение к почве это сапропель, гранулы сапропеля. Если вы вносите просто гранулы сапропеля, то помните, что это длинное удобрение, которое будет постепенно отдавать питание растениям. И можно сапропель кстати сделать настойку, но тогда я рекомендую его даже просто молоточком немножко измельчить и растворить. Тогда он лучше растворяется и делать на основе сапропеля питательные коктейли. Ну а для обработки сада при температуре уже выше 12 градусов мы можем использовать серебромедин. Помните, что это натуральный препарат, он может использоваться не только для обработки, но и для лечения. В прошлом году я его активно использовал на смородине и крыжовнике. У меня никакой мучнистой росы не было, поэтому друзья, что бы там ни говорили, вывод только можете вы сделать сами. Попробуйте и сделайте вывод. Сейчас мы с вами активно чистим наши сады, убираем прошлогоднюю листву, прошлогоднюю траву и у нас образовывается много материалов, которые мы можем отправить в компост. Для улучшения компостирования можно использовать по каше. То же самое можно использовать и гумификатор. Он тоже способствует разложению органики в компостной куче. Поэтому здесь вот эти два препарата при изготовлении компоста незаменимы. Друзья, у меня на сегодняшний день все. Я надеюсь, что я вам помогла. Я прощаюсь с вами и до новых встреч на канале природы будущего.